Построить новое сооружение с причудливыми формами задача непростая. Однако гораздо сложнее восстановить историческое здание. Например, Московскую консерваторию имени Чайковского, в которой реставрация идет уже больше пяти лет. Но чтобы объяснить вам, что быстрее выполнить все эти работы просто невозможно, я прямо сейчас покажу вам весь объем работ, которые ведутся на этом объекте. Начнем сразу с интерьеров. Первым масштабной реконструкцией подвергся большой зал. Стенам вернули первоначальный оливковый цвет в стиле модерн. По архивным фотографиям восстановили витраж святой Цицилии, уничтоженной бомбой во время Великой Отечественной войны. Кроме музыкальной мекки, специалисты уже достроили подземный инженерный этаж, а также отреставрировали второй и четвертый корпуса. А в начале прошлого года дали старт новому строительству. У студентов появится сразу три корпуса общежития, бассейн и поликлиника. Согласитесь, все условия созданы для получения высших отметок. На объекте прямо сейчас находится наш корреспондент Вероника Алфимова. Она готова выйти с нами на связь. Вероника, привет! Скажи, скоро ли мы увидим полностью преображенном один из ведущих музыкальных вузов России и мира? Елена, здравствуй! Строители обещают, что реконструкция закончится к 2017 году. Ну а пока консерватория напоминает собой иллюстрацию того, как было и как стало. В отдельных ее уголках по-прежнему продолжаются работы, поэтому без сказки не обойтись. Ну а я по старой доброй традиции не могла пройти мимо инструмента. Поэтому я прикоснусь сейчас к прекрасному, к музыке Чайковского. А вам предлагаю прикоснуться к полезному и посмотреть сюжет. Старинный особняк на Большой Никитской улице кардинально преображался дважды за свою жизнь. Первый раз в начале 20 века, когда был перестроен из жилого дома в консерваторию. А второй сейчас, в начале 21-го. Один из наших корпусов был в настолько руинированном состоянии, что переулок, на который он выходит, это Средний Китловский переулок, был перекрыт вообще. То есть там даже было опасно ходить и ездить. Здание за зданием в строительные работы вовлекли всю консерваторию. Два из четырех корпусов уже отреставрированы. Специалисты не только укрепили фундаменты стены, но и восстановили убранство интерьеров. Все детали, вплоть до оконных рам и латунных ручек, воссоздавались по старинным чертежам. Перемены начались с жемчужины консерватории Большого концертного зала. На этой сцене выступали многие прославленные артисты и музыканты. Шостакович, Скрябин, Рахманинов. Сохранились и простота линий, и великолепная акустика. Здесь двойные пол и потолок. Специалисты приводят интересное сравнение. Вы будто находитесь внутри огромной скрипки. У входа в зал его точная копия в масштабе 1 к 20. Не для красоты, как может показаться на первый взгляд. Этот макет помог специалистам запечатлеть и затем воссоздать идеальную акустику. Когда я рассказываю о этом зале, я всегда говорю так. Пойдемте в любой концерт, мне не будет стыкно. Все здесь служит на благо звучанию. Гипсовый декор, дубовые полы, драпировки и даже набивка кресел. Зрители вряд ли догадываются, что сидят в том числе на морской траве из Полинезии. Тишину в зале соблюдает и сосновый настил на полу, он с противоскриповым зазором, и современные инженерные системы. Внимательный зритель заметит под своим стулом вот такое отверстие. Это лишь видимая часть новейшей вентиляционной системы. Казалось бы мелочь, но ее шум способен испортить любой, даже самый грандиозный концерт. А это работает бесшумно. Между сценой и портером жесткая механическая связь. Именно поэтому слышать музыку можно даже ногами. При игре инструментов, которые опираются на пол, виланчи или контрабасы, вибрации пола через конструкции сцены передаются на ноги слушателей. А вот король музыкальных инструментов орган зазвучит не раньше сентября. Этот многоэтажный дом с фасадом закрыт на ключ. Михаил Трубы тоже на реставрации. Музыканты со всего мира с нетерпением ждут, когда король заговорит. Мишель Бувар, профессор Парижской национальной консерватории, мне буквально несколько дней назад ответил, что для него большая честь принять участие в этой серии инаугурационных концертов. Обновили малый зал и зал Мисковского. К концу весны вернут былое бело-голубое величие четвертому в этой плеяде залов – Рахманиновскому. Кабель-каналы под ногами говорят о том, что любой концерт теперь можно будет транслировать в прямом эфире. За столь долгий период времени, безусловно, такой вот крупномасштабной реставрации приспособления не проводилось в зале. На сегодняшний момент вы уже видите, так сказать, завершающие этапы. Заменены окна, полностью восстановлен потолок. Вернули на место исторические цифры даты рождения этой концертной площадки. Сейчас на втором этаже идут финишные работы по восстановлению лепного декора. Детали сначала шкурят, доводя их до совершенства, а затем покрывают краской. Корреспонденты строительства в деталях, как водится, не могли не приложить руку к такой красоте. Бывший княжеский дом оказался полон сюрпризов, в том числе приятных. Все привыкли, что потолок малого зала белый, ну как и всюду. И когда мы принялись за его расчистку, то оказалось, что там холст, а под холстом еще какая-то роспись. Кстати, малый и любимый зал пианиста Андрея Писарева. Музыканту есть с чем сравнивать, он гастролирует по всему миру. Именно на этой сцене когда-то, будучи студентом, он дал свой первый концерт. Был период, когда-то сделали здесь стулья, которые невозможно скрипели. И вот, наконец, сейчас этот зал, это лучшее, что я видел. Преобразилась и та часть консерватории, которая скрыта от глаз зрителей. Теперь в корпусах новые звукозаписывающие студии. Почти полностью отремонтированы классы для индивидуальных занятий. В них двойные двери и шумопоглощающий паркет, чтобы посторонние звуки не отвлекали студентов от музыки. Из новинок в классах появились терминалы с экранами. Зачем эта техника юным музыкантам, спросите вы? Все просто. Захотелось, например, ученику послушать, как то или иное произведение звучало в оригинале. Можно сделать это, не отходя от рояля. Говорят, мечтами делиться не принято. Но о самой заветной оперном театре уже можно говорить вслух. Локалист, который заканчивает консерваторию, должен уметь петь в гриме, в историческом костюме, работать с режиссером. У нас уже утвержден проект совершенно замечательного оперного театра на 500 мест. Ждать обещанного осталось почти, как в пословице, три года. Реставрация завершится быстрее, ведь большая часть работ уже позади. Так что, приходя на концерт, готовьтесь не только слушать, но и любоваться переменами.